А в Забайкальской православной гимназии накануне праздника введения Пресвятой Богородицы во храм прошел классный час и выставка самодельных кукол, посвященные этому торжеству. Подробности в репортаже студии «Слово» Забайкальской митрополии. Просто о великом, доступно о сложном. Так разговаривают с учениками младших классов педагоги Забайкальской православной гимназии. Языком загадок, стихов, музыки, языком представления. И детям 7-9 лет постепенно открывается духовный смысл великого христианского праздника. Мы начинаем рассказывать о православных праздниках с первого праздника Рождества Богородицы. Почему? Да потому что сначала родилась Богородица, и потом от нее уже она родила сына Божьего Иисуса Христа. И все это должно быть поступенчатое. И тогда ребятам более понятно. Они знают, что такое день рождения, любимый праздник. Вот мы говорим, мы празднуем день рождения Богородицы. Потом какой праздник был? Я потихонечку, три годика, я стал ювелирный храм. Родители обещали, что Богу отдадут своего ребенка. В первом классе подготовка идет. В второй класс мы уже говорим конкретно о праздниках. А вот в четвертом классе уже рассказывается история, какие-то сюжеты, уже библейские сюжеты читаем. Тогда ребята все запоминают. 15 высоких ступеней преодолела трехлетняя Богородица. И дети уже умеют увидеть в этом не просто подъем, а восхождение души, ее святость. Не случайно в импровизированной сценке про злую мачеху и трудолюбивую Настеньку появились ступени. Ступени великих духовных добродетелей, на которые еще предстоит подняться каждому из ребят. Любовь, доброта, честность. Мы стараемся осветить и события этого праздника, и, конечно, духовно настроить детей. Вроде бы они уже это все знают, они на УПК это все проходят. И хочется вот внести какую-то изюминку, чтобы их заинтересовать. Вот я смотрела, ребята все равно, у них глазки горят, они что-то же, вот им понравилось. Каждый православный праздник – это повод поговорить не только о самом событии, но и всем вместе порассуждать о его смысле, значении и пользе для нас, сегодняшних. Пример и святость Пресвятой Богородицы – это вершина, к которой стоит стремиться. Классный час учил тому, что Богородица, она была и самостоятельная, и прилежно училась, и старалась, часто Богу молилась, что мы тоже должны стараться и молиться Богу. Учат всегда быть честной, не обманывать. Доброте учат, любви. Много лет в гимназии существуют традиции, связанные с праздником Ведения во Храм Пресвятой Богородицы – выставка самодельных кукол из бумаги, ткани и пряжи. Вот мы начинали с ними совершенно интересно, из лоскутков делали, бумажные куколки. В прошлом году из глины мы делали, чем мы теряли, попьем ошей, раскрашиваем. И дети уже знают, они готовятся к этому празднику, им нравится этот праздник, один из самых любимых. И выставка чудесная, очень много образцов радует, что родители активно принимают участие в этом конкурсе, и готовятся тоже заранее, и вместе с детьми, и расшивают, и вышивают, и готовят мягкие кукол. Поэтому это один из любимых праздников. После выставки ребята подарят своих кукол мамам, бабушкам, сестрам. А 4 декабря обязательно придут в храм, и уже будут знать, что изображено на иконе, и о чем поет церковный хор. Продолжение следует...